Возможно, это самое крутое видео, которое вы когда-либо видели. Поэтому, чтобы понять его суть, надо напомнить, что было до этого. Конченый, попав на Блэк Рашу, сразу захотел захватить сервер. Он пытался найти способ заработка для подкупа полиции и случайным образом наткнулся на игру в кальмара, где одержал победу и должен был получить 250 миллионов рублей. О мой бог, успех уже в кармане! Но нет, его кинул узкоглазый старик и в конце убил нашего Конченыйа. Что же предпримет нас, герой? Будет ли мстить? Узнаем прямо сейчас! Не прошло и нескольких месяцев, как мы вышли из комы. Конченый, ты жив? Окей, вроде бы всё в порядке. Надо, наверное, как-то по-человечески-то поприветствоваться, ёлки-палки, ёпт-моё, блин. Всем пламенный и базово азиатский привет! С вами я, Диларензи, и наш пострадавший в прошлой серии Конченый. Конченый. По ситуации скажу кратко. Мне, конечно, нравится игра в кальмара, но игра дедовского старого пенниса в моей жопе не особо. Поэтому мы вновь пришли на Блэк Рашу, чтобы отомстить. Вводим промокод Диларензи и начинаем. Ну что же, вот мы вновь в привычном нам мире. Наш Конченый до сих пор не президент, не мэр. Никакой власти у него нет. За столько игры в GTA San мне уже наскучила эта обычная игра за бомжа. И только поэтому меня яро преследует идея стать уже хоть кем-то на сервере. Друзья, ну давайте будем честными. Если мы будем играть в полиции там до последнего синего колена, или как это говорится-то на русском языке, мы, наверное, лет 10... Эээ... Какого... Почему меня ведет полиция? Свой обусорный Гелендвуген нахуй. Вот отвези лучше там Федора Онегина, бля. Зашибись вот так. Мы сейчас будем мстить нашим врагам и добиваться власти. Зыбись. Семья Бест. Только мы начали наш сериальчик. И мы уже отсидели на бутылочке. О, господи, как же мне нравится находиться на свободе. Мы сейчас на базово-черном скутере выехали из тюрьмы и... Я забыл, мы должны были что-то сделать. А, да, мы должны были найти друзей, елки-палки. Сейчас я действую строго по плану и отправляюсь в местное ОПГ, чтобы туда вступить. Потому что, ну, я думаю, только так здесь начнут себя уважать как человека. Но мы не будем просто так терять время. Мы не будем изучать закон на ОПГ и т.д. и т.п. Мы сразу всю эту банду адаптируем под себя. И в первую очередь, хотелось бы вам напомнить, что у меня сейчас на счету 169 тысяч рублей. А не 250 миллионов, как заявлял, блядь, производитель игры в кальмаронах. Но ничего-ничего, мимо моей жизни ничего не проходило бесследно. И мы поймаем всех гадов, которые это со мной сделали, блядь. Вырезался немножко, извиняюсь. Не, ну, блядь, ёбаный Ламборгини, сука, в деревне ездит. Ну, такое где видели вообще? Как-нибудь видели в деревне Ламборгини? Так, ну, а мы тем временем доехали до ОПГ. И нас тут встречает чувак с пушкой. Какого фига? Почему вы такие недружелюбные? Это же всего лишь ОПГ. Гнам стайл на. Эй, Рухля, ты чё тут забыл? Я с благими намерениями. Что тебе нужно? Мне нужно побазарить с вашим авторитетом. Передай ему, что я тоже авторитет. Хм, ну смотри у меня, если что, две боли в лоб. Шагай вперёд. Шагать нужно? То есть на своём замечательном скутере от Xiaomi я уже не смогу, да, доехали? Слушайте, ну у них, по-моему, тут всё серьёзно и даже люди есть. Мне кажется, я попал туда, куда нужно. Они выглядят все абсолютно одинаково. И кто из них авторитет? Иди за мной. Окей, я пойду и, надеюсь, мне мою же бомбочку мне в жопу не затолкают. Так, что, куда мы попали? Нифига себе тут интерьер. Тут, кстати, Джеймс в бомжах. Ждёт минет, пока ему сделают. Ну а слушайте, такая комната. Я не знал, что такие интерьеры есть на мобильной игре. Ну ладно. Как я понимаю, человека, которым я назвал Джеймсом бомжем, это и есть авторитет. Ладно, он-то этого и не слышит, самое главное. Но, как я вам уже говорил, особо сильно в дела банды я вмешиваться вообще не хочу. Я не хочу отыгрывать вот это всё с первого ранга там. Поэтому мне нужно, скорее всего, дать ему какое-то интересное предложение, от которого будет сложно отказаться. И у меня есть одно. Здравствуйте, я Конченый. У меня к вам предложение. Эмм, какое? 50 миллионов рублей. Ха-ха, 50 миллионов? А ты не перепутал нолики у себя в голове, щенок? Ну, как не доебёшься, достаточно авторитетный базарчик у пацана. Короче, рассказываю. Конченый, попав на Блэк Рашу, сразу захотел захватить сервер. Эм, стоп, второй раз это мы слушать не будем. И просто на слово поверьте, что я их вёл в курс дела. Я надеюсь, у нас получится уработать и найти деда, забрав у него деньги. Хм, ну раз такой расклад, поверим тебе, мы согласны. Но для начала ты должен доказать свою верность. Ну, я вообще-то деньги предлагаю. Но, ладно. Ну, дикбоссы передвигаются именно так. Им даже вставать не нужно, блядь. У них какие-то особые физические свойства в данной природе, блин. Господа, это наш новый друг Конченый. Но это ещё не всё. Ты должен нам помочь. Я вам и так 50 кака предложил. У нас денег достаточно. Нам нужна помощь. Помоги нам, мы поможем тебе. Помоги в похищении губернатора. То есть, я пришёл к ним с предложением 50 миллионов рублей. Им эти деньги не нужны. И они сходу, по сути, новичку предлагают похитить губернатора. Хорошая банда. Прекрасная. Перспективная, самое главное. Ну, рассказывайте, какой план мы расстреливаем его кортеж. И потребуем выкуп. Если вы уверены в плане того, тогда, раз уж вы не такие серьёзные люди, нам тоже нужно идти, блядь, очень медленно. Так, Кончен... Конча, короче, ты понимаешь, на что ты идёшь? Если ты так слышишь помогать нам, но хочешь всё же, то надень подгузники. Да, блядь, честно говоря, на мне подгузники уже давно надеты. И они мне пригодятся в единственном случае, если вы меня сейчас в групповом таком соотношении начнёте со мной что-то делать. Твоя задача убить охранника губернатора. Остальное мы сделаем сами. Ты услышал? А то я знаю вас. Понаберут героев. Пошёл нахуй. Ты мой... Ты инструмент влияния моего. Ты мне не начальник, не какой-то герой, там, блядь. Я тебя вообще кину, возможно. Мне просто нужно вернуть мои 250 миллионов. А потом звонить Марку Миркозойс, бжись. Чтобы скрыл твои улики. Да, хорошо, я как раз вот ему недавно собирался звонить. Это же мой лучший друг. Вот, коллега, так сказать. Кто это нахуй такой, блядь? Так, подгузники и оружие с собой есть. Конча. Слышь, Спермак, всё есть. Опачки. А тут у нас некий такой майбах дорогой. Стоп. А, уже сразу стрелять надо? Хэт нахуй. На. Эх. Отпустите меня. Фига себе, это было так просто? Я минимум тебя после рабства отпущу. Как я понимаю, этот Егор Вилон. Есть местный какой-то тут губернатор какого-то из городов, да. И сейчас нам нужно будет что? Я свою задачу лично выполнил. Мне сказали, нужно убить охранников. Я это сделал. И у меня, по сути, уже есть команда, которая поможет тебе вернуть 250 лямов вирт нах. Всё правильно? Всё правильно. Так, его там обыскивают. А что, вы думаете, у него в кармане миллиард денег лежит, что ли, что? Берите его. Нет, ребят, ну мы сейчас находимся почти рядом с блокпостом ДПС. Нас легко могут спалить и посадить всех на очень долгое много лет. Мне кажется, как можно скорее нужно отсюда сваливать. Так, ну мы все сели, кроме Влада, который... Что, на Майбахе поедет? Вот ж везунчик. Может, просто залутать эту красивую машинку? Может, я поведу лучше? А то я здесь ни разу транспортом не управлял-то на этом серва... Сервак... Кенах. Ладно, мы все сели и посмотрим, что будет дальше. Ну, не сели, а присели, потому что сесть мы всегда успеем. Так, мы приехали в какую-то очень-очень-очень непонятную локацию. Но эта локация похожа на типичную локу из фильмов, где будут происходить пытки. Доставайте губернатора и идите за мной. Йо, она прям туда заплывать надо, что ли? Так, мы ведем нашего достопочтенного куда-то по трубе. Я в этой локации впервые, потому что я в целом в КРМП особо никогда не играл. И не знаю здесь никаких таких мест подобных. Но, видимо, это что-то некое такое базовое. Сейчас буду требовать выкуп. Алло, собаки! Уже похватились о продаже вашего любимого губернаторс? Он у нас. Требуем выкуп. Сто миллионов рублей. Сто миллионов, блядь? Мне такие деньги не снились даже в туалете, когда это запор, блядь, сдохно. Приехать должен один человек без выкрутасов. Увидим хоть одного постороннего. Застрелим вашего ненаглядного. Конча! Следи за входом! Слушайте, я, конечно, не ваш раб, но, в целом, окей, если вы скажете. Потому что, ну, сто миллионов, возможно, они и с нами поделятся данной суммой, блядь. Потому что куда им, четверым человеком, такая огромная сумма? На что они будут ее тратить? Хорошо, мы стоим и следим. Кто-то, видимо, уже приехал. Я слышу звуки ходьбы. Стоп. Я принес деньги. Они в сумке. Я один. Не стреляйте. Не убивайте брата. Пожалуйста. Это же ты, ублюдок, меня убил, блядь. И не дал мне приз. Ты что, брат губернатора? Ахуе... Ты что, брат губернатор? Ты что, брат губернатор? Ты что, брат губернатор? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok